Привет, всем привет! Сегодня я нахожусь в городе Одесса. Приехал я сюда для того, чтобы посмотреть, как работает одесская таможня. Очень давно интересовался этим вопросом, как же можно самому привезти автомобиль за границей и попробовать его растаможить. Приехав сюда, я, конечно, не ожидал увидеть то, что я увидел. Вы сейчас посмотрите, как здесь происходит процесс растаможки. Возможно ли вообще граждане Украины на сегодня самостоятельно растаможить автомобиль или нет. Речь пойдет о евротерминале. Кто не знает, это евротерминал, это такая новая услуга, которая не так давно была презентована господином Гройсманом и руководством города Одесса. Была она призвана, сделан этот евротерминал для того, чтобы людям упростить процесс растаможки автомобиля в режиме так называемого единого окна, чтобы вы не стояли в очередях, вам не надо было бегать от госоргана к госоргану, чтобы вы могли получить автомобиль, прийти самостоятельно, заплатить налоги в бюджет и получить его уже на временных транзитных номерах, выехать за ворота и быть счастливым обладателем автомобиля. Ролик этот будет из нескольких частей, обязательно посмотрите все части, будет очень много интересных моментов. Для того, чтобы выпустить все это, мне пришлось оббегать очень много инстанций, побывать в Киеве, побывать во всех возможных инстанциях в городе Одесса. В общем, смотрите, ребята, наслаждайтесь, комментируйте. У кого есть какие замечания по таможне, можете писать мне на электронную почту, которая внизу. Пока я здесь, возможно, скооперироваться, возможно, совместно решать проблемы и довести до логического конца работу Одесского порта. Удачи, пишите, жду. Семь услуг в одном автохабе. Руководство облгосадминистрации и Одесской таможни открывают новейший сервис – автомобильный хаб. В нем владельцы БУ авто смогут пройти процедуры госрегистрации таможенного и пограничного оформления. Автохаб оборудуют на территории евротерминала в Одесском порту. Там ежедневно с 9 утра и до 9 вечера планируют оформлять около 100 транспортных средств. В ходе визита главы правительства на территории Одесского морского порта открыли автохаб. Это первый экспресс-центр по растаможиванию и оформлению БУ автомобилей. Он действует по принципу единого окна. Можно получить госномер, техпаспорт, зарегистрировать машину и провести ее экспертизу. Там же и ремонтируют поврежденное авто. Это первый пилотный проект. Я считаю, что дальше нам нужно построить Одессскую митницу, которая является митницей всей Украины. Это, фактически, больше половины товаров проходят именно через Одессскую митницу в Украину. Надо сделать качественный сервис по всем группам товаров. Мы будем устанавливать тут сканеры для того, чтобы делать абсолютно прозорно все митные процедуры. И самое главное – створить единые векна, чтобы люди, которые занимаются бизнесом, компанией, чтобы они не имели никаких подставов, бегать кого-то про что-то просить и, не дай Бог, кому-то сдавать хабар. Мне сейчас предстоит вам заплатить деньги. Я могу понять, за что я плачу, за что я плачу, на основании чего я плачу деньги. Молодой человек, это ли наше руководство? Алло, здравствуйте. Меня Александр зовут. А подскажите, пожалуйста, а я могу как-то миновать вот эту платную услугу и пройти на территорию евро-терминала бесплатно? В смысле, кто я такой, чтобы я заходил бесплатно? Она мне говорит. Я говорю, что я не в Украине. Я же там можно... Это бесплатно. Да, конституция. Она мне говорит, что бесплатно в Украине ничего не бывает. Нормальный ответ такой. Я хочу просто понимать. Вы мне скажите, у вас это у кого? Отлично. Я теперь хочу попасть не в администрацию, а на территорию евро-терминала этого. Я понимаю, он к вам не относится. Это Одесский код. Абсолютно верно. Я могу миновать в вашу часть и сразу попасть к ним, не платив. То есть, хорошо, я могу понять ценообразование вашей услуги, из чего она исходит. А как я могу прийти к вам, если мне надо заплатить, чтобы прийти к вам? И то, что это режим... Секундочку. Как вас зовут, я извиняюсь? Татьяна Егоровна, то, что это пограничная зона, это еще не говорит о том, что вы по умолчанию можете назвать мне сумму, которую я должен оплачивать. Я хочу понимать ценообразование, где тут висит хоть какой-то документ, который мне говорит о том, что я обязан на основании какого-то вашего внутреннего приказа заплатить, и суммы. Я могу это увидеть с какой-то печатью, а не просто, что ваш сотрудник говорит мне, вы должны заплатить мне столько-то. Есть какая-то бумага, документ, из которого и будет исходить, что я должен платить. Будьте любезны, вы можете попросить сотрудничества, чтобы она мне показала эти документы, и я оплачу, получу чек, и уже буду задавать вопросы. Спасибо. Сейчас специально для вас распечатают, будете хранить, возить с собой. Вы, я что-то, ну, это нелогичное что-то, я прошу, вы считаете? Да, нелогичное, вообще нелогичное, смешное, за 18 лет работы в порту, это очень даже смешно. То есть 18 лет все платили, никто вопросов не спрашивал, я один пришел спросить вопрос. Никто, ни таможня, ни пограничники, никто. Вы верите? Вы смешные. Режимная территория, съемка запрещена. А кем, я извиняюсь? Вы что, смеетесь вообще? Нет, я задаю вопрос. Зачем вы это делаете? Ребята, вы, в общем, сами все видели, как это происходит? Да, обычно я прихожу, все время появляются какие-то перерывы технические, зависают программы и системы. Здравствуйте. Начинается на полиции. Очень приятно. Специализирование для вас. О, сейчас по капиталу я потом поговорю. Можете посмотреть. Почему вы отказываетесь платить за пропуск и не снимаете? Секундочку, можно ли я пообщаюсь? Можно не на камеру? Нет, нельзя. Хорошо, давайте. У вас к нам какая-то претензия со стороны полиции? Да. Претензия со стороны полиции? Вы нам предъявляете претензию, как полицейский, что мы отказываемся платить? Да. А вы у нас являетесь каким-то фискальным органом? Может, вы у нас процесс оплаты как-то контролируете в стране? Можете. Что? Вот я полицейский, вот шапка моя. Что вы? Мы осуществляем охрану порта. Кто-то здесь, может быть, нарушает общественный порядок? Да. Кто? Вы. Чем? Потому что снимать на территории порта нельзя. Я еще даже не на территории порта. Вот уже территория порта считается. Что? Окошко вот это? А, то есть, если я вот так буду проходить и выше забора по дому камеру, буду снимать их, то нельзя, да? Нельзя. Мы можем вас вести к пограничникам. А, рисунете. Идем к пограничникам. Дополненно серьезно, пойдемте. Хорошо, сейчас. Пойдемте. Документы, да, мои? Мы пойдем к пограничникам. Меня ведут, ну, что будет. Возьми, пожалуйста. Сейчас я позвоню. Пограничники. Так, а зачем вы тогда пришли? Пусть пограничники переходят. Все, значит, смотрите, вам сейчас пропуска оформят. Спасибо. Но на будущее, смотрите, как это все происходит. Машина просто так сюда не попадает. Есть ответственный человек, который отвечает за доставку. Это экспедитор. Да. У каждого экспедитора есть договор с детским портом. Спасибо вам большое. Да, все, не за что. Всего доброго. Если что, обращайтесь. Спасибо. А я извиняюсь, как вас зовут? Просто вы у нас являетесь кем? Директор грузового комплекса. Все. Спасибо большое, Анатолий. А платить ничего не надо? Нет, не надо. А почему? А вот потому. Платить не надо почему-то. А подавидники? Что-то надо. Сейчас пограничники. А мне зачем их ждать? Вы меня задерживаете? Да, мы вас останавливаем. Я задерживаю. Нет. Есть, секунду, есть в полиции два варианта. Либо вы меня, да, задерживаете, у вас есть основания, либо вы меня не задерживаете. Останавливаем, такого нет. Во-первых, вы курите со мной, общаетесь и курите. Это не подобает сотруднику полиции. Во-вторых, еще раз говорю, если вы меня задерживаете, причина для задержания, протокол задержания, и я остаюсь. Идет? Нет, проблема в том, что просто нужно... Ребята, вы понимаете, здесь необычная территория. У меня простой вопрос. Вы меня задерживаете? Я вам так объясню, хорошо? Не надо. Задержан или нет? Я задержан? Нет такого останавливая. Я задержан или нет? Я хочу понять. Я заблокирую и пропускаю еще раз. Идите на новом все делать. Хорошо? Что вы заблокируете? Пропуска. На основании чего? Потому что вы нарушили уже. Что я нарушил? Вы снимали. И что? И что? Вы не понимаете, что в порту снимать нельзя? Кем? Кто запретил? Потому что я подчиняюсь... Согласен закону? Вы да, я причем? Я подчиняюсь пограничникам, правильно? Здесь пограничная зона. Я причем? Вы нарушаете пропустой режим. Я еще ничего не нарушаю, я еще даже не зашел. Вы снимали. И что? И снимали, да. И что? Что я нарушил? Вы нарушили установленный режим. Оформляйте. Вот мои документы. Протокол задержания. Вот мой допрос. Я не составляю протокол. У меня нет функциональных обязанностей. Дайте я пройду. Там мой товар. Не пройдете вы. Вы пройдете, когда придут пограничники. Да мне они не нужны. Они вам нужны, не мне. Они нужны нам, чтобы вас оформлять. У меня есть пропуск. У меня есть документы. У меня есть доверенность от фирмы. У меня есть товар за этими дверьми. И полиция меня не пускает. Вы в своем уме скажите мне? В своем уме. Пустите меня на территорию таможния. Вы не будете снимать на территории портала. Да я сам решу. Я не буду. Не прогреть. Я буду сам принимать решение, что... Мы хотим попасть на территорию порта. В чем проблема? Нам говорят, что мы вас должны ожидать. Для каких-то целей я не знаю, какие. У нас есть пропуска. Паспорта. Ребят. Ну это полный бред. Я объясняю людям, что на территорию порта нельзя заходить и снимать. Они берут камеру. Не снимай. Вот уже территория порта. Вы пересекаете? Ну правильно, в принципе. Тут все согласен. Хорошо, я пересеку, а вы оформляете, ребята. Я же не против. Поймите ситуацию. Вы должны проведение всех видео, фото, съемок, поту... Я ничего не должен никому. Ребята, если вы считаете... Вот документы мои. Если вы считаете, что мы что-то нарушили, я вас очень прошу. Вы когда получали пропуск, вы ознакомились с технологической схемой, вы читали, что там написано? Я вам еще раз говорю. Если есть с нашей стороны нарушения, мы не против, чтобы вы нас оформили. Вот смотрите, вы слышите себя, так? Да. Вы меня слышите, о чем я говорю? Я вас слышу. Я еще говорю, вы вас вызвали. Мы что-то нарушили. Ребята кричали в два голоса, что мы нарушители, что мы уже нарушили. Я прошу, пожалуйста, составьте. Хорошо, я не против. Будьте любезны. А то, что они сымали контролеров, там сымали... Можно вас на секундочку? Возьмите, что надо, что вы с этими пропусками делаете, как вы их проверяете, что надо делать. Нас никто не задерживает. Никто не задерживает. Да, что нам надо делать? Мы можем пройти? Вы можете пройти. Будьте любезны, вот наши документы. Сейчас принесут, там надо составить акт за конфликтную ситуацию, то, что произошло. Составляйте, я при чем? Я сейчас принесу акт. Я его должен подписывать? Ну, вы подпишите. Я акты никакие не буду подписывать. Сейчас составим и пройдете без проблем. Составите что? Акт на меня? Да. Кто нас задерживает? Вы? Я не задерживаю. Таможня нас не задерживает. Пограничники не задерживают. Я вас не задерживаю. Полиция не задерживает. Кто нас задерживает, я не могу понять. Я не задерживаю. Тогда мы пойдем заниматься работой своей. Составляйте, мы в акте не участвуем. Это ваш внутренний акт. Хорошо. Мы при чем? Надо чуть подождать. Алло. Кого? Две минуты. Ну, что там? Сейчас принесут документы. Слушайте, мы пойдем. Будет ли, ребята, мы хотим пройти? Ну, вот к вертушке вот сюда. Вы выходите отсюда с белого окошка. Ладно, хорошо. Детский сад. Что вам надо? Пропуск? Так, ну вот, зайди сюда в дверь. Другой коричневой дверь. Давай мы все платим. 17 лет. Я. Борь, вы где же нас? Да. Расскажите, мы просто первое сприхо, я не особо разбираюсь в какую ситуацию. У нас все... Закрелся. По фамилии у нас есть еще физические... А вы придете в твердом виде и скажете, оформите нас. Мы просто не уверены, что они по очереди вытягиваются. Мы просто скажем, что это все хорошо. Что? Мы не можем проконтролировать ваш этот буфер. Почему вы должны контролировать наш буфер? Ну, почему бы нам его не контролировать? А вы почему? Мы просто тянем... Вы из какого-то контрольного органа или что? В чем город? Ну, вообще у нас по конституции Украины, граждане Украины имеют право контролировать органы, ну да, государственные органы. Я не понимаю, что нам запрещает это делать? В смысле? Что нам запрещает контролировать государственные органы. То есть вы, в принципе, можете прийти через компьютер, инспектор, взять пароль и оформлять декларацию? Это в вашем понимании так. Мы это говорили. По крайней мере, мы можем это делать в виде информационных запросов, в том числе и устных запросов. Сейчас в чем вопрос? Скажите. Можно я личный вопрос вам задать? Да, пожалуйста. Если вам не трудно, скажите, пожалуйста, какая у вас заработная плата? 5 тысяч рублей. Скажите, пожалуйста, а вы знаете, сколько стоит ваш айфон? Знаю. Да. Объясните, пожалуйста, как с такой зарплатой можно позволить себе ходить с таким телефоном? А вы знаете, что я вам не в полномочии отвечаю на эти вопросы? Дело не в полномочиях. Хорошо. Я вам задал личный вопрос. Вы знаете, сколько стоит ваш мобильный телефон? Пожалуйста. Я знаю, сколько стоит мой мобильный телефон. Как можно купить его за 5 тысяч гривен? Пожалуйста. Что, пожалуйста? Выйти мне с вашего кабинета? Выйти, спасибо. Почему? Потому что. Но мы с вами сейчас в процессе диалога. Мы в процессе диалога. Вам не понравились руки от моей камеры? Уберите сразу. Сразу же. Какая провокация? В чем провокация? Отличная доспекта. Что случилось? Ну, это служебное помещение, как бы, начальник. Мы можем ответ от вас получить? Сейчас он у вас этот... Сейчас он может получить, разваливает. Смотрите, оп, для чего было это сделано. Оп, и все. Что? Ну, не отвечает он вам. Ну, напишите это, да, я верю. Напишите письменную жалобу. А зачем нам писать? Зачем нам задаем? Ему на него же, что ли, написать? Нам сказали вчера, что мы можем подать в таком виде сразу. У нас есть очередь из тех, кто подает в бумажном виде? У вас есть очередь из тех, кто подает декларации. Вчера мы это обсуждали. А как-то делятся декларанты между теми, кто подает в бумажном виде? Мне нужно сказать, что в бумажном виде сразу принимают это. Мы поэтому сегодня... Кто он сказал? Согласно чего это сказал? Руководитель ваш сказал. Руководитель сказал, что вне очереди принимаются в бумажном виде. То есть я сказал, что мы сразу можем подать, а это сразу принимают? Не, ну это в любом случае, конечно, мы принимаем. Поставьте нам время приемов и даты. Когда я приму ее в базу, да, тогда я сразу это сделаю. То есть? То есть у меня в оформлении еще 4 декларации, которые были поданы до этого, которые я должен оформить и сразу заняться вашей декларацией, правильно? Я не знаю, как правильно. Скорее я прихожу, сразу подаю. Мы можем даже открыть с вами кодекс, и я покажу, согласно чего это. Таможенное оформление начинается после предоставления таможенному органу таможенной декларации для всех необходимых для осуществления таможенного оформления, для оформления документов, сведения относительно товаров, транспорта и средств, подлежащих таможенному оформлению. Я читаю процедуру, это статья 72, начало таможенного оформления. Ну, хорошо, не могу найти. Все, принимаю декларацию. Мы просто сегодня читали, мы, к сожалению, именно этого не будем. Ну, я читал, я, честное слово... Ну, я вам верю, я не пишу, что вы там... Мы просто хотим сделать это как можно позадавляем. Это Гешка. Е-ешка и Д-ешка. Е-ешка и Д-ешка. Там номер, думаю, мы впишем, мы учнем, когда мы будем знать его. Как электронный код тоже, да? А вот я вам, вот, пожалуйста, носитель. Отдышится. Это мой, да? Да, и тоже подольше, расскажите. Так это мой. У вас же есть копия. У нас 11. Спасибо большое. Это точно. Ну, нет, мы еще не уходим. Здравствуйте. С кем начнем? Добрый день. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, насколько добрый он, мы сейчас узнаем, конечно. Я вас слушаю. Державная прикордонная служба Украины. Старший лейтенант Розак. Таш лейтенант Розак. Нет, нет, мне все вашим не надо подозревать. Державный полиции. Сергей Теревятов. Я вас слушаю. Приди, пожалуйста, ваши документы, которые посвящают особи на право перебивания в пункте пропуску. Основание какое у вас? Есть один маленький момент, что, как показала практика, здесь сейчас мы не находимся на пункте пропуску, потому что, согласно тому, как мы отправляем здесь таможенные грузы, это не является пунктом пропуску. Ваши документы еще после часов. Каким чином вы потрапили на территорию пункта? Возьмите в руки, я вам даю. Не бойтесь паспортов. На территорию пункта пропуска. Хорошо, через ваш штурникет. Это не наш штурникет. Чей? Это КПП номер 6. Я не знаю таких нюансов, как ПП 6 или 7. Придите, пожалуйста, вашу перепуску. У меня ее нет. Мне не надо никакой перепуску, я пришел в госорган. У нас в госорган на сегодняшний день, допустим, если я захочу прийти в отделение полиции или в ЖЭК, мне не надо никакой перепуску. Я имею беспрепятственное право, как граждан Украины, я закончу свободно перемещаться и попадать в органах власти. Это ваше право. Я принял до Конституции Украины. Вы, как граждане Украины, должны соблюдать новую закону. Извините, а оплачивать я должен проход? У меня к вам прямой вопрос. Я должен оплачивать визит в госорган? Погодите. У меня прямой к вам вопрос. Я вам задаю вопрос. Абсолютно верно. Я попал... Незаконным шляхом. Правильно я разумею? Неправильно вы разумею. У вас нема перепуск и направо... Я вам еще раз поясняю. Перепуска. Я закончил. Перепуска выдается платно. Так. Без платного получения пропуска в данный пункт пропуска нету возможности. Я еще раз задаю вам вопрос. И полиции, как представлены власти, вы должны первую очередь им заинтересоваться. Почему в госорган платный вход? Мне нужно с вами пообщаться по поводу 16-37 минут. Ну, допустим. Я не знаю. Выявили, что вы попали на территорию пропуска в МТП Одесса. Вот это не так. Без... А, вы пришли в 16, да? Ну, допустим. Без пропуска. Без пропуска, который дает право вам перебывать на территории МТП Одессы. Это есть нарушение статьи 23 закона Украины. Которая я передбачаю? Про державный кордон Украины, а также наказу 98, пункт 3.1. Хорошо. Что от меня надо? Я не против. Что это предбучает статью? Это нарушение ведет за собой ответственность по статье 202 КупАП. Которая? Которая передбачает штраф. Сумма от 112 до 170 рублей. Пацаны, это дешевле, чем купить абонемент на месяц сюда. Вы серьезно? Нам реально дешевле перепрыгивать через забор. Так становится законодавством. Мы готовы оплатить штраф на месте. На месте не есть. Процедура, соответственно. Процессуальное оформление. Я нашел способ, как сэкономить, попасть в пункт пропуска. Если это материал справа без вас, это ваша мотивация. Если материал справа без вас, за место вашего проживания. Фактического, я хочу о переносе дела, клопотание написать. И чтобы там воспользоваться, как в своем голосе право, по месту фактического проживания. И вы это туда переносите. Мы переносим, да? Все? Хадатайство это называется. Ты просто пишешь, ты просто подано хадатайство, и все. И прилаживаешь его к материалам дела. Вообще не все с вами. Скажите, вы со спины будете стоять общаться? Нет, я буду за вас. А в чем проблема? Я не кричу, а говорю. Кричать на меня не надо. Это военный голос. И что? Кричать не надо? Уберите камеру. То есть вы считаете, что вы так встречаете граждан, это есть адекватное поведение? Я что-то нарушаю? Берем, берем его, короче, вводим. Ну берите. Я не понимаю. Погодите, погодите. До свидания. Что вы делаете? Что вы делаете? Что вы делаете от меня? Газад верните! Руки уберите! Сейчас будет происходить досмотр. Это самая интересная часть. Причем досмотр буду проводить я. Да я иду в государственный уровень, уже больной. Так идемте. Руки убрала твои? В Запорожье едь разбирайся, а Одесса это наш город. И тут мы, общество. Отборная десятка, за мной подождите, мужик.